Мы приближаемся с вами к последним дням жизни Иисуса, и события развиваются по нарастающей, с большой скоростью, весь текст более перебывается в нарративном формате, повествовательном формате, события следуют одни за другим, подготовка к последней пасхальной трапезе, арест, суд, казнь, все это входит в формат юридического подхода, может быть, к вопросу, поэтому оставшаяся часть наших занятий будет именно представлена в этом формате, и мы будем с вами говорить, может быть, меньше уделять внимания, чему мы раньше еврейской литературы того времени попытаемся понять еврейскую религиозную, юридическую систему, и как она взаимодействовала с римской юридической системой, да и сам тон и язык нашего учения, он будет несколько другим, более лаконичным и имеющий отношение к непосредственно происходящим событиям. Итак, Матвей, 26 главе, Марк, 14 и Лука, 22 говорят о том, что приближается Пасха, и Иисус говорит, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие, и параллельно с этим собираются священники и книжники, и они ищут, как же уловить Иисуса. Параллельно с этим происходит еще одно событие, понятно, что они ищут для того, чтобы его убить, но идея вот в чем, если бы они просто хотели его убить, у них нет права его распять. Право на распятие может дать только римлянин, поэтому если его убить, его просто можно побить камнями, но тогда он не умрет на кресте, если бы этого не произошло, не произошло бы искупление, если бы это не произошло в Песах, по-пророческому исполнить, тоже не произошло бы искупление. Поэтому тут есть некий фаталистический элемент, который связан, может быть, не с предопределением, но с обетованиями пророческими самому Ишуа о своей смерти, поэтому Господь Бог воздвигает несовершенные свои воли, есть Божия воля совершенная и несовершенная, попускающие воли, отодвигает казнь Иисуса, и хотя все те инструменты, которые имеются на руках у фарисеев, позволяют им ускорить этот процесс, однако он отодвигается еще на несколько дней, и во время праздника, или приготовления к этому празднику, Иисус приходит в дом Шимона, и там прокаженного, и Мария из Вифании помазывает Иисуса, фактически она помазывает его для его похорон. Мы читаем у Марка, пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову, Иоанн уточняет эту ситуацию, Игорь, взяв фунт или пол-литра этого нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги и оттерла его волосами. Консенсус среди учеников, к чему такая трата, действительно трата, ибо можно было продать, как написано у Марка, более чем нежели за 300 динарий. Учитывая, что суббота выходной день, а зарплата подъемного работника составляла 1 динарий в день, то мы имеем ни много ни мало годовую зарплату человека. Надо отметить, что в доме у Симона, прокаженного, естественно, не могло быть дорогих или богатых гостей. Откуда, спрашивается у Марии, могли быть такие деньги, чтобы, я не знаю, вылить пол-литра парфюма Christian Dior или Hermes на голову Иисуса, в переводе на современный язык. Дело в том, что согласно еврейской традиции, вот такое количество парфюмерии или такое количество масел драгоценных женщины хранили себе на свадьбу. И очень часто оно переходило по наследству от матери к дочери и так далее. Это было действительно драгоценное масло, поэтому его, как правило, не продавали. Хотя здесь можно было бы продать или раздать нищим. Поэтому, с точки зрения еврейской традиции, оно не говорит о том, что эта женщина была богата. Оно говорит о том, что у нее было припасено, что называется, или на собственную свадьбу, или на свадьбу своей дочери. И самый радостный день своей жизни меняется на то, чтобы символически приготовить тело человека к его помазанию или помазанию непосредственно перед смертью. Интересно, что когда Иисус был похоронен, а эта Мария, она не пошла к его могиле. Другая Мария пошла. Она понимала, что он должен будет воскреснуть. Но для Иуды, который был казначеем, скорее всего, это его слова, что можно было бы продать его более, чем за 300 динариев и раздать нищим. И, естественно, надо смотреть следующие стихи именно в контексте предыдущего расстройства Иуды из-за тех денег, которые тратятся. Надо понимать, что там ходят все абсолютно живые люди. Поэтому вопросы о том, куда тратить деньги и что с ними делать, это очень интересует. Я более того скажу, что последующий суд, который был во дворе у Анны, а потом у Каяфы, и его арест, он, скорее всего, во многом был связан с тем, что Иисус переворачивал столы во дворе храма. Как мы уже говорили, это был источник дохода, очень серьезный источник дохода для дворцовой знати, естественно, для Анны и Каяфы. Поэтому здесь Иисус как бы уже перешел последнюю грань. И сколько бы они ни говорили о духовной составляющей обвинениях, на самом деле, очень часто последней каплей в мотивах таких людей является вот эта вот именно материальная выгода. И мы читаем след сразу за этим событием. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они уже, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. Серебряники или шекели, это одно и то же слово, которое обозначает, собственно говоря, кесарь, серебро или серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Матвей несколько видоизменяет этот текст. Он говорит, что вы дадите мне, чтобы я вам предал его. Ну, и они, естественно, предлагают ему тридцать серебряников. Давайте несколько остановимся, вот посмотрим с еврейской точки зрения, что же значили, вообще говоря, эти тридцать серебряников. Он, Иуда, прежде всего, выходит на контакт с саддукеями. Потому что первосвященники всегда были саддукеями и происходят как бы переговоры о цене предательства и назначается цена в тридцать серебряников. Кстати, это не такая маленькая сумма, как кажется. Тот когда-то посчитал, что если бы ее положить на банковский счет, то Иуда сегодня мог бы быть самым богатым человеком в мире только на процентах. Но дело не в том, маленькая это сумма или богатая. Дело в том, что должно было исполниться пророчество от Захарии из 11 главы, что Мессия должна быть продана за 30 кусков или 30 частей серебра. За эти деньги Иуда должен был выполнить три вещи. Во-первых, он должен был показать место, где Иисус будет находиться, чтобы ему можно было арестовать в пустыне. И второе, что он должен был сделать, он должен был представить его римской когорке, но перед этим он должен был предстать перед прокурором или прокуратором для дачи показаний. Потому что показания, данные в еврейском религиозном суде не имели никакого значения для вынесения приговора римским прокураторам. И третье, что он должен был сделать, он должен был выступить уже на римском или гражданском суде свидетелем обвинения. И эти условия, как мы вскоре увидим, он не выполнил. Теперь давайте мы подробнее остановимся на том, что такое 30 серебряников. В книге Исход, 21 глава, 32 стих написано, что если бык забодает раба соседа, то хозяин быка должен выплатить хозяину раба 30 серебряников. То есть, суть состояла в том, что это не то чтобы мало денег или много денег, а это была цена мертвого раба. То есть, 30 серебряников это цена мертвого раба. Господь говорит ему бросить эти деньги в храмовую казну, то же самое и делает Иуда. И далее Господь говорит другому пророку, что это была цена, в которую его оценили. Другими словами, Бога Израиля оценивают, или Мессию оценивают в цену мертвого раба. Еще одну вещь, на которую следует обратить внимание, деньги, которые были уплачены за Иисуса, они идут от первосвященника, который живет, в свою очередь, за счет храмовой казны. Одна из основных статей расхода храмовой казны состояла в том, чтобы они покупали жертвенные животные. Когда они заплатили деньги Иуды, они не осознавая этого, купили последнюю и совершенную жертву за грехи человечества. То есть Иисус был куплен за эти 30 серебряников из денег храмовой казны, и таким образом подготавливалась последняя и совершенная жертва приношения. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok